Меня зовут Елена. Сама я из Белоруссии, но уже год я живу в Москве, работаю в Москве. Меня Господь сюда привел. Как получилось, как я попала на эту школу? Как-то открыла интернет и увидела объявление, что будет школа Еноха проходить в Москве. Ну, будет проходить, да, будет проходить, ну и слава Богу, что она будет проходить. Потом к нам в церковь, я посещаю церковь здесь в Москве. Пришла женщина, ее зовут Абиша, и она подошла ко мне и сказала о том, что здесь в Москве, в Раменском, будет проходить школа Еноха. И более она не появлялась в нашей церкви, ей больше она не посещала, не приходила. Встретила я ее только здесь, на школе Еноха. И Бог мне сказал, подойди и поблагодари эту сестру за то, что она послушалась меня, потому что я ее послала для того, чтобы она тебе сказала ту весть. Я так и сделала, я послушалась тоже Бога, я подошла и поблагодарила сестру. Что испытала на этой школе? Больше, конечно, радости, больше огня. Когда пастор Михаил Шагас за меня молился, Дух Святой, он касался очень сильно меня, и я не могу этого объяснить, я понимаю одно, что это Бога любовь. Это его любовь, это он так касается. Он меня исцеляет через смех, это он мне подарил этот смех. Те люди, хочу сказать, которые очень много плакали в жизни, папа потом таким путем их исцеляет. Когда лежала здесь на сцене, возле сцены, можно сказать, да, на ковре, просто видела, как проходили через меня, сквозь меня токи. И токи эти проходили так, вот как я лежала, и они трубой туда-сюда ходили, ходили по мне токи. Потом сходил огонь, огонь, и началась пульсация, началась пульсация у меня в животе. И потом уже пастор Михаил Шагас объяснял, что это дух начинает работать, вот эта пульсация, когда происходит. Это было для меня новое, вот это было новое. И ради этого папа меня привел сюда, на ту школу, чтобы активировать еще больше, и вот это новый уровень мой. Что еще хочу сказать, что видела славу Божью, когда она сходила, особенно вчера я это сильно видела, то есть папа мне открыл духовные глаза, Господь, он мне их открыл, я вижу его славу, потому что я только когда закрываю глаза, я могла видеть эту славу, густую славу, которая стекала как мед, как елей. Она была такая прозрачная, она такая густая, была маслянистая, накапала, это было очень красиво. И вчера, когда был последний день служения, когда был, она была вверху. Это было очевидно, видно, я видела своими глазами эту славу. Эту радость, это ее описать просто невозможно, это нужно испытать, слава Богу. Еще на этой школе мне прежде зашло чудо, у меня была опухоль, была опухоль здесь на мочке, ухо сзади, да, мне когда-то ее удаляли, но она потом мне когда-то сказал хирург, что будет, может, возможность, да, что расти опять снова. И она у меня стала опять проявляться, была, росла. Но вчера утром я проснулась, и я когда я начала, даже не думая, да, вот у меня как-то рука, я скажу машинально, не машинально, может, это Дух Святой захотел так, чтобы я потрогала, посмотрела, и я смотрю, что у меня опухоль ее, там только рубчик вот остался, да, вот когда вот оперировали, а опухоль ее как таковой самой нет, то есть она ушла. Еще раз благодарю Господа за то, что есть такие пастора, слава Богу, что они движутся в Божьей силе, и то, что они не боятся двигаться в этой силе, несмотря ни на какие препятствия. Слава Богу. Слава Богу.